МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Ваучейская. И вот о чем расскажем сегодня. Земельная эпопея с участками для многодетных сдвинулась с мертвой точки. Мэрия дала разрешение на пересадку зеленых насаждений, препятствующих работам под отсыпку. Курс на развитие. В ближайшие 4 года в Нарьинмарском объединенном авиаотряде планируют обновить парк воздушных судов, привлечь в регион профессиональные летные кадры и увеличить количество и качество контрактов с недропользователями. И в Нарьинмаре продолжаются сеансы ипотерапии. Чем уникален метод лечения с помощью животного, об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Нарьинмаре в районе Старого аэропорта продолжается работа по вертикальной планировке земельных участков для многодетных семей. Очередное совещание с участием представителей актива многодетных семей прошло в микрорайоне Старый аэропорт, где в настоящее время проводятся работы по вертикальной планировке земельных участков. Ранее в Департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ниинского округа состоялся серьезный разговор руководителя Департамента Валентины Саутиной с заказчиком и подрядчиком государственного контракта. Земельные участки в районе Старого аэропорта муниципальной власти предоставили многодетным семьям еще в 2012 году. С тех пор нарьинмарцы являются собственниками земли под индивидуальное жилищное строительство. Вместе с тем участки не были готовы к введению на них строительных работ и на протяжении семи лет оставались невостребованными. Ответственность за эту работу взяли на себя региональные власти. В 2017 году были внесены соответствующие изменения в законодательство. В окружном бюджете предусмотрели средства на выполнение работ. Путем конкурсных процедур в июле 2018 года был определен подрядчик, который с августа прошлого года работает на участке. Но проблемы до недавнего времени оставались. Сообщалось, что введению работ препятствуют зеленые насаждения на объекте. Сегодня эта проблема решена. Подрядчик получил разрешение мэрии на снос деревьев. При этом жители региона могут использовать их для высадки на своих участках. В понедельник вместе с представителями централизованного стройзаказчика, окружной прокуратуры и собственниками участков специалисты департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта оценили ход выполнения работ. Подрядчик Наринмарстроинвест продолжает доводить все ранее оцепанные участки до контрактной величины. После того, как деревья будут убраны, подрядчик продолжит оцепку на остальной территории, выделенные подземельные участки. Вторым этапом работ станет газификация участков, а также их подключение к электросети и водоснабжению. Генеральный директор Наринмарского объединенного авиаотряда представил главе региона проект стратегии развития предприятия. В ходе рабочей встречи с Александром Цибульским Валерий Остапчук пояснил, что стратегия развития рассчитана на 2020-2024 годы. В представленном документе задачи, направленные на решение трех основных на сегодняшний день проблем авиаотряда. Это обновление авиапарка, привлечение профессиональных летных кадров, увеличение количества и качества контрактов с недропользователями. Развивать свое предприятие авиаторы планируют с учетом перспективы сотрудничества с российской компанией «Роснефть», с которой появится возможность заключить долгосрочный контракт и тем самым с учетом всех недропользователей удастся значительно увеличить количество выполняемых работ. Интересно всех недропользователей, общий налет порядка 9 тысяч часов. 9 тысяч, но все равно это существенное увеличение, потому что увеличение количества часов повлечет не только необходимость увеличения авиапарка. Мы с вами говорили, здесь подготовлены поставить плечо, помочь и более того, вы знаете, вертолетам России подписали соглашение 10 лет, 10 вертолетов и будем выполнять начиная со следующего года. И в этом смысле здесь можете нас рассчитывать. Но вы должны, со своей стороны, быть готовы и в части наличия летного состава, обслуживающегося, и так далее, потому что вертолеты мы купим, но люди, самые бесценные сегодня активы, извините за такое слово, это все-таки люди, которые там работают. И в течение количества часов у нас повлечет необходимость принять большее количество пилотов. Мы с вами помним, что авиапредприятие еще и несет необходимую социально, у нас регулярные рейсы до наших сел, ни в коем случае нельзя подвергать сомнению. И здесь приоритет должен отдаваться, конечно, в пользу наших жителей. И теперь к другим темам. В рамках северного завоза в начале лета в Харуту и Коткино были завезены дрова. 305 и 270 кубометров соответственно. Однако на их качество стали поступать жалобы от местных жителей. Для независимой оценки качества поставленной древесины был приглашен специалист Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова. В течение двух недель эксперт проводил фотофиксацию, вел сплошной учет всех бревен. Гнилые фиксировались поштучно. Результаты осмотра подтвердили. Общее количество некондиционной древесины в Харуте в двух штабелях в 15,5 и 19 процентов, в Коткино – 10,5 процентов. Таким образом, данная партия не соответствует требованиям ГОСТа. Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора «Север-жилкомсервиса» Станислав Миков. В условиях контракта прописано, что в дровах не допускается наружная гниль, а внутренняя должна составлять не более 40 процентов. При этом количество таких бревен в общей массе не должно превышать 10 процентов от общего объема. В нашем случае некондиционных дров больше. Мы пришли к соглашению с поставщиком. В Коткино, в Обраковку, а это 28 кубов дров, полностью заменили хорошими бревнами. В Харуте оказались гнилыми 50 кубов дров. 10 из них поставщик заменил. На 40 кубических метров мы сократили объем закупки. Сразу скажу, что для создания переходящего запаса изначально топливо было заказано больше, чем было в заявках от населения. Поэтому качественных дров хватит всем жителям. Напомним, поставщик дров, индивидуальный предприниматель Бобер за период навигации 2019 года должен поставить 6 340 кубометров дров в 16 населенных пунктов Нижнепечорья и расположенных на малых реках Сула, Адзева и Колва. В Ненецком округе стартовали курсы по повышению квалификации для работников, устанавливающих и обслуживающих газовое оборудование. Специально для этого в Нарьинмарк прилетели специалисты компании Violent Group. Семинар по повышению квалификации проходит в 3 дня. Участники слушают курс лекции, а затем сдают экзамены по всем темам. Речь идет об установке и эксплуатации настенных, напольных котлов и другого газового оборудования. У нас приехали наши партнеры, любезно согласились отправить своих специалистов по обучению в сфере бытовых котлов. Потому что в данный момент сейчас идет у нас очень большой негатив от населения, что специалисты, которые работают в Ненецкой коммунальной компании, у нас, например, малоквалифицированные и не мешало бы провести обучение. И вот мы сделали заявку, и к нам приехал специалист, привезли всю литературу, сами арендовали контейн-зал. Наша была задача только прийти и научиться. Добавлю, повышение квалификации проходит ежегодно. По окончании семинара участникам вручают сертификаты. В Нарьинмаре продолжаются занятия по ипотерапии. Это уникальный метод лечения с помощью лошадей. В прошлом году проект необычного оздоровления с успехом реализовал конно-спортивный клуб «Фортуна». О том, кто уже смог поправить свое здоровье, общаясь с благородными животными, расскажет Любовь Пермякова. Вот это называется «раненый боец». Вот это упражнение называется, когда корпус ребенка лежит полностью, руки опущены, головка опущена, как и сзади. Наслабляются мышцы спины. Такие упражнения, как правило, выполняются без седла, чтобы обеспечить пациенту прогревание и эффект массажа. Ведь при движении конь посылает наезднику от 90 до 110 разнонаправленных двигательных импульсов в минуту, которые вызывают в человеческом организме ответную реакцию. Круг заболеваний, при которых специалисты применяют такую практику, очень широк. С какими заболеваниями еще детки приходят? Сталкиваемся в Наринмаре. В особенности это аутизм, очень большое количество аутизма. Это ДЦП, это дети, замкнутые в себе. Детишки, которые трудные подростки, тоже с ними занимаемся. Ипотерапия нормализует работу сердечно-сосудистой, нервной, костной, пищеварительной систем, снижает уровень сахара в крови. Она рекомендуется при неврозах, патологии, периферической нервной системы, ожирении. Рекомендует ее и тем, кто много времени проводит за компьютером или чья работа связана с большими умственными нагрузками. Благодаря общению с животным можно снять стресс и минимизировать его последствия. Ипотерапией занимаюсь только год. И как бы осанка лучше стала. Ну, у меня с осанкой проблемы были. И вот как бы появилась такая возможность и начала заниматься. А что дает вот общение с лошадьми? Это все равно уже такой контакт теплый устанавливается? Ну, общение, оно дает более доброту. Потому что, как бы, лошади, они тоже чувствуют любовь, так же, как и люди. И, как бы, получается, вот с Болой я уже тоже давно, ну вот с Балтикой, как бы, у нас, как бы, можно сказать, любовь даже. Красавица Балтика, орловской породы, не раз становилась главной героиней наших телепередач. Но главная ее миссия – активно помогать детишкам справиться с недугом. Впрочем, как и остальных животных Фортуны. Ведь круглый год здесь работает контактный зоопарк, где есть козы, еноты, краснокнижный лебедь, гуси, носуха. Всего более 30 разных животных. Есть в коноспортивном клубе Фортуна не совсем обычная для севера животная. Это самка верблюда. Здесь она находится всего год, но за это время заметно похорошела, обзавелась вот такой шикарной шубой. Импозантную Беллу привезли из Устьянского района Архангельской области. Двугорбую красавицу доставили в северную столицу благодаря помощи рыбак-колхоз Союза. Еще одни жители Фортуны, кролики, прилетели в Наринмар на самолете из столицы. Это подарок Владимира Жириновского. Карао Милка тоже не отстает от своих соседей. В этом году она порадовала хозяев прибавлением в семействе. Назвали теленка радостью. В общем, пообщаться с таким разнообразием животных может каждый желающий. Двери Фортуны открыты для больших и маленьких жителей округа. В сентябре набирается новая группа детишек для занятий ипотерапии возрастом от 8 лет. А пока сотрудники конно-спортивного клуба ведут последние приготовления и ждут звонков от жителей региона, которым общение с лошадьми подарит надежду на выздоровление. Любовь Пермякова, Владислав Ткачев, телеканал «Север». Наринмарская команда «ЗОЖ» провела очередную тренировку. Непогода ребят не испугала, а даже наоборот ряды спортсменов пополнились. О том, как попасть на тренировки и чем занимаются любители здорового образа жизни, выясняла Наталья Кислякова. Артем Детков уже более 10 лет занимается спортивным направлением воркаут. Выход на две силы, стойка на брусьях, флаг и другие элементы выполняет на уличных площадках. Артем признается, появление новых локаций дает возможность молодежи заниматься спортом в шаговой доступности. В искателях есть возле шестой школы площадка «Турник». Она уже очень старая и, соответственно, сейчас начали появляться новые площадки. Соответственно, это привлекло больше желающих заниматься. Множество ребят появилось, которые занимаются в этом направлении также. Очень интересуются. Вот и, соответственно, для нас появилась возможность заниматься не в одном месте, а в разных местах. То есть по желанию и по погоде. Впервые на площадку пришла Ярослава Шелькова. Спортсменка раньше занималась полевой стрельбой, а теперь решила попробовать себя в других направлениях. В интернете нашли в объявлениях и решили прийти. Потому что это полезно и, по-моему, нужно развивать это дальше. Тренера организуют каждое занятие так, чтобы и новичкам, и профессионалам было по силам. Причем стараются разнообразить тренировки и как можно чаще их проводить, привлекая все больше молодежь. Стараемся как минимум три раза в неделю проводить открытые тренировки совершенно бесплатно на этой площадке. Будем готовиться к фестивалю спортивному села Заполярье. Сейчас летом она не получилась провести у нас его. Но я думаю, осенью, осенью, сентябре мы все-таки выстрелим. Проведением тренировок занимается организация «За здоровый образ жизни» в Ленинском округе. Все начиналось с пропаганды ЗОЖ в школах, а затем пришли и к спортивным занятиям на початках города. Такую задумку Александр Терлецкий, председатель организации, привез с Большого форума в Крыму, где познакомился с движением «Трезвая Россия» и решил принять идею и к нам в округ. Мы начинали с уроков трезвости. Мы проводили в школах, во всех школах учебных провели данное мероприятие. И хочу сказать, что эффект есть, мы положительные, ребята интересуются. И вот с этого мы начинали. Потом нам удалось получить поддержку окружную. Мы поставили спортивные площадки. Вот одну мы поставили в парке юбилейном. И одна еще площадка у нас есть в «Искателях». К слову, за ЗОЖ-НАУ получили президентский грант на организацию ежегодного фестиваля силовых видов спорта «Силы Заполярья», который пройдет предстоящей осенью. Добавлю, о спортивных тренировках можно узнать в официальной группе ВКонтакте за ЗОЖ-НАУ. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». День спорта с Росгвардией. В Нарьинмаре прошли окружные соревнования на Кубок Ненецкой региональной общественной организации «Общество Динамо». Спортивное мероприятие, участие в котором приняли коллективы управления Росгвардии по Ненецкому округу и региональной полиции, приурочили ко Дню физкультурника. Кто стал победителем, знает Александра Литкова. Змейка, бревна, ямы, барьеры, прыжки в длину, перетягивание каната. Такие препятствия подготовили и для мужчин, и для девушек. Первым испытанием стали забеги со стафетной палочкой на дистанцию 1 км с силовыми спортивными элементами. В качестве отягощения для легкоатлетов приготовили не только классические снаряды в виде гантелей, гирь и блинов для штанги, но и необычные – бронежилеты. При этом исход командных соревнований во многом зависел именно от мастерства девушек в погонах. Спорт – это вообще вся моя жизнь. По школе я занималась туризмом. Перед поступлением в Санкт-Петербургский университет МВД России я более усиленно начала заниматься разными видами спорта. Всем понемножку. Сложно настолько, насколько физически подготовлен человек. Спортивные состязания, в которых участвовали сотрудники силовых структур, посвятили Дню физкультурника. В спортивном оздоровительном мероприятии участвуют две команды. Это два управления – Росгвардия и управление МВД России по Ненецк-автономному округу. Каждая организация предоставила нам семь сотрудников. Обязательно, чтобы все были сотрудники, чтобы все на погонах. И обязательно условием было, чтобы в команде было две девушки. Следующими этапами стали прыжки в длину и перетягивание каната. После чего жюри подвело итоги. В упорной борьбе сборная Росгвардии одержала уверенную победу. Победителям в торжественной обстановке вручили Кубок Ненецкой региональной общественной организации «Общество Динамо» и сертификат. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И в завершении выпуска новости культуры 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Этнокультурный центр Ненецкого округа приглашает всех желающих принять участие в уникальной акции «Свой среди своих». Главные условия – наличие национального костюма. Участнику акции предлагается провести один день в своем традиционном наряде. При этом не забывать публиковать фотографии в социальных сетях и делиться впечатлениями с интернет-пользователями. Приглашаем всех потенциальных участников. У нас на сегодняшний день их около 40. Это и представители разных организаций. Это также Наринмар, населенные пункты и некоторые другие города. То есть участников несколько-то побольше. Часть из них пользуются костюмами традиционными, которые есть в наличии в этнокультурном центре. Всех снабдить не сможем, но кому-то поможем обязательно. Есть люди, которые за этот год шили сами себе костюмы личные. Вот, собственно говоря, акция на это и направлена, чтобы люди на большие торжества, как это раньше было в нашей стране, как это есть в некоторых других странах, имели свой личный традиционный костюм и не стеснялись им пользоваться. Если вас заинтересовала акция и вы хотите провести 9 августа в необычной атмосфере, организаторы мероприятия «Этнокультурный центр» просят сообщить о своем участии по телефону 2-16-94 или 2-16-92. Напомню, данная акция призвана подчеркнуть своеобразие национальных культур разных народов, важность сохранения традиций, красоту и уникальность народного костюма. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»